Чё она творит? Чё она творит? И говорили, что вот через эту вот воронку крупные камни не влезут. Ааа, вот это вообще оттуда. Пар просто выхерачивается. Чё, где вы, столевары? Смотрите, чё сейчас будет. Три ковша. Четыре. Четыре. Ой, ну всё, я больше не могу. Смотрите, как огонь закручивается. А давайте над Русланом покрнёмся. Ааа, сейчас будет вообще бомба, по-моему, какая-то. Всё, бани сам он входит. Как вам, барин? Всё. Подписывай на то, наверное. Если будет 300 тысяч подписчиков, он меня отпустит. Пожалуйста. Сделайте репост, чтобы видео. Почальники, говно, говно, говно. Ремонт, там, а... Здесь, здесь, здесь. Здесь, здесь. Друзья, всем привет. С вами канал «Живая русская баня». Меня зовут Владимир Рефремов. Видели, как меня Руслан сейчас туда вёз. В общем, этот видос я вообще ждал, когда мы его начнём записывать. Мы его планировали ещё в понедельник записывать, но там срочно нужно было в Москву уехать. Сегодня среда. И вот мы делаем это видео. Вот до этого печка у Слада была установлена так, как... Ну, большинство бы, наверное, взяли, просто бы купили печку, поставили, засыпали вот так вот туда камней и затопили её. А вот сегодня мы поставим печку так, как я хочу её сделать. Вот как бы я её себе... Вот заморочится буквально вообще фигня, там, чуть-чуть заморочится. Ну, вот как я бы её себе поставил в баню. Вот мы её сегодня тюнинганём. Как, знаете, машину чипанут, и у неё мощности добавляется. Вот я думаю, что мы сегодня процентов 50 ещё мощности у Слады добавим. Мы, короче, добавим метр дымохода, чтобы тяга была ещё сильнее. И смотрите, что у меня есть. Я, честно, не знаю, как называется этот камень. Мне сказали, что он по плотности как нефрит. Вот такие вот кирпичи, тяжеленные капец. Мы их сейчас напополам резанём, расколем и плоскостями установим во внутреннюю каменку. Прямо вот массив такой камня мощный туда сделаем. И заложим дальше жадоид крупными кусками. Там у нас сейчас заложен мелкий, прям щебнем такой жадик, засыпан. А мы заложим крупными камнями, и я сделаю проход туда, ну, камни так заложу, чтобы я мог поддавать не только на верхние камни, а чтобы у меня вода ещё улетала в нижние камни. И уберём воронку, вот эту вот фильтрующую воронку уберём. И посмотрим, получится у нас пушка или не получится. Для начала камешек режем и дымоход ставим. Погнали! У него плотность высокая. Короче, мы сейчас сначала вот этот вот плоский камень заложу, чтобы он прям плоскостями прижимался к днищу максимально. У нас здесь, смотрите, я вот сейчас вытащил, вот эта вот мелочёвка здесь, вот этот щебень здесь был, а снизу были вот эти вот шишки. Кстати, вот эти вот шишкам уже, я не знаю, наверное, год как они были в каменке. Вот, кстати, посмотрите, заржавели они или не заржавели? А то в интернете срутся, что чугун ржавеет. Вот эти шишки год были. Здесь печка Вайлит стояла, вот они в Вайлите стояли. Вообще ржавчины нету. Так, в общем, я... И говорили, что вот через эту вот воронку крупные камни не влезут. Ну, вот смотрите, вот, вот, смотрите, вот. Крупный камень. На ура! Только тут, знаете, как это, как обезьяна я себя сейчас чувствовал, мне там пару камней попало, знаете, как обезьян ловят. Ставят коробку, делают отверстие, и в неё банан кладут. Вот, она туда руку засунула, банан взяла, а не догадывается, что его отпустить надо, чтобы убежать, а вытащить не может. Вот я здесь так же камень раз оттуда возьму, а руку вытащить не могу. Аккуратно нужно просто вот так вот раз туда руку. Ну и вытаскивать так же. Если крупные камни, то просто пальцами. Сейчас будем аккуратно закладывать вдоль всех стенок. Прям вот такие вот плоские буду брать. И стаймя их буду ставить туда. О, видите, у меня здесь плоскости. Залез. Камень я заложил. Не знаю, сколько килограмм влезло, но тут воронка стоит. И ради справедливости, надо сказать, смотрите, видите, она вся в пыли, в каменной пыли. А когда через воронку делаешь, пар проходит через фильтры и выходит уже без какой-либо пыли каменной. А с камня-то пыль всё-таки есть. Вон она, видите, в фильтре она останавливается. Но фильтр не даёт такого резкого выхода пара. Ладно, будем пробовать. Посмотрим, что у нас сегодня получится. У нас сегодня вообще бобба должна получиться. Сейчас дальше видео смотреть, и я покажу, что мы изменили. Ребят, смотрите, я сейчас в каменку заглянул. Мы час только печку топим. Открываем крышку. Видите? Там всё краснющее. Я даже вижу, как нижний камень уже белый. Белокрасный. Охренеть просто. Топим ещё полчаса. Ребят, смотрите, я здесь просто охреневаю, если честно. Чё она творит? Чё она творит? Мы крышечку, видите вот эта крышечка? Мы её просто с водяного бака взяли. Мы сюда сделаем крышку, либо попросим завод, чтобы завод сюда делал какую-то офигенную крышечку. Здесь у меня пробка от вина стоит. Вот я крышечку в сторону убрал. Я сейчас фотографию вам сюда вставлю. Просто мы сейчас на цвету снимаем, так сильно не видно. Фотографию вставлю. Там просто краснющее всё. Там камень весь красный уже. Это знаете, как в печи демидов, которая идёт по серому, где огонь проходит через эти камни. Здесь вот в этой вот каменке из нержавейки просто камень весь краснющий. Я вообще охреневаю. Я ещё ни разу туда не поддавал. Сейчас возьмём ковшичек и по 200 грамм туда водички вкатим. Аааа, сейчас будет вообще бомба, по-моему, какая-то. Давайте первый ковшик охренеть просто. Вхеракиваем его туда. Как из жерла. Офигеть. Чё она творит. Вот видите, второй ковш. Ааа, она просто съедает воду. Офигенно. Пар прям. Вот с двух ковшей. Вот уже вот так вот мне по руке. Не, мы сейчас окошки откроем, а то мы с закрытыми. Тём, покажи, что мы с закрытыми дверьми. Мы с закрытыми дверьми. Сейчас мы ковшик откроем. Дверь откроем. Капец. Она, короче, выдаёт. Я ещё окошко открою. Мы тут притеняли, чтобы красную каменку было видно. Я хочу эту печку в облицовке. Офигеть, как я хочу сделать её в облицовке, либо в каменной, либо в кирпичной. Она же продаётся. Она идёт у слада, допустим, 20 и у слада 20С. 20С это в сетке, а просто 20 это без сетки, под обкладку кирпичом. Вот у меня сейчас, наверное, печи, которые у меня сейчас должны прийти на склад, мы под неё облицовку сделаем какую-нибудь офигенную, сами сделаем облицовку. А эту печку, наверное, тоже облицовку сделаем, кирпичом её ещё обложим. Ну, выдаёт она, конечно, вообще бомба. Но справедливости ради, конечно, надо сказать, что в сетке она всё-таки перетапливает парное помещение. Вот сейчас у нас каменка разогретая, а температура за полтора часа у нас здесь в бане сейчас под 70 градусов. Ну, если проветрить, здесь можно сейчас сделать и 60, и 55, выветрить и опять поддавать. Но всё-таки в сетке печка, она более высокие температуры начинает выдавать, чем печка в облицовке. В любом случае. Даже если плотно камень заложен. Я прям ещё навалить хочу. Туда просто как в жерло закидываешь. Ну-ка, раз, два, три, четыре, пять. Вообще мощно. Я сейчас вот смотрю, заглядываю туда. Я всё ещё красные места вижу. После... После литра воды в корж 200 грамм, пять ковшей вкинул, и всё ещё красноту вижу. Прикиньте. Я вообще в шоке, конечно. Мы сегодня не париться будем, а мы вот так вот поиспытывать её пришли. Я её сейчас, после этого литра, хотя, ей похрену, ей сейчас в сандаль вон. Вообще. Как в бане, как в бане по-серому камни нагрелись. Это ещё потому, что, смотрите, каменка из нержи здесь у меня стоит, и стенка у этой каменки 4 миллиметра. Теплопередача очень быстрая от огня через нержавейку к камням. Камни аж светились. Ой, я сейчас показывал, как камни светились. Сейчас ещё фотку сюда вставлю. Я у печей Демидова, которые сделаны как термос, чтобы наружу тепло не шло. А внутри огонь проходит через камни, но она периодичка. Её сначала топят, эту печку, потом убирают угли, и потом туда начинает уже... А, дымоход перекрывает и начинает поддавать. А тут в печке по-белому, где дым и огонь вообще через камни не проходит, и вот такой вот она выдаёт. Вообще зверь просто какой-то. Смотрите, ребят, прошло минуты 4-5. Заглядываем в каменку. Каменка опять красная. И это при условии... Тёма, выйди сразу же, покажи, как в топке... В топке угольки. Давай откроем, там покажем. Смотрите. Чтоб не через стекло. В топке просто угольки. Вообще ничего не подкидывали. Охренеть просто. Сейчас ещё накатим. А, вот это вообще оттуда. Пар просто выхерачивается. Тёма, открывай дверь. Там в комментариях писали, ну, вроде как-то негазистая она снаружи выглядит. А вы историю того же Ламборджини почитайте. Они тоже трактора раньше делали. Она и так вполне нормально выглядит для своей цены. А мы сейчас ещё фантазию проявим. Сделаем облицовочку из-за кирпичика ручной лепки. Или из какого-нибудь красивого камушка. По внешнему виду мы её сделаем бомбической. Смотрите, что она делает. И смотрите, что она делает. Смотрите, что она делает. Я вообще по хрену. Просто бахает оттуда. Ребят, это бомба. В своей цене это вообще просто бомба. Печь стоит тридцатку. С нержавеющей каменкой по-моему тридцать две. Вот у нас здесь сейчас каменка из нержавейки. Тридцать две тысячи. По-моему я влюбился. оттечим. Музыка Оттечим. Музыка Оттечим. Музыка Я просто щек кинул. Смотрите, как огонь закручивается По тем спиралям, которые есть Его видно, как он начинает Вращаться А дров-то всего ничего Смотрите, сколько дровишек лежит Четыре маленьких обрезка Но когда мы закрываем Видали? Прям видно, да? Треуголька? Нету нифига Просто без всяких щепок Масел или еще чего-то Даже фанера попала с учрены Все Горит Причем по завихрению сразу видно, газ выделяется Вон он прям стелется Смотрите, что у нас есть Проверяем, что в ковше 200 грамм Вот я ковшик налил Ну, часть разлил уже Раз Два Два ковша вылил 400 Еще два ковша вылил 600 600 800 Ой, 600 Ой, 800 Ну, часть из этого я вам пролил Вокруг Так что честный объем Что, ребят Экстремалить так Экстремалить по полной Окошко закрыто Дверь закрыли Температура 65 Что, где вы, столевары? Смотрите, что сейчас будет И я бы посмотрел на вас Чтобы вы где сделали в бане При 65 градусах Накатываем 10-15 ковшей Короче, сколько выдержим Пока Уже через канализацию Дышать не начнем У меня вот здесь вот Таз воды налит Ну, практически ведро Погнали Она керачит После всего того, что я в нее уже заливал Четыре Пять Шесть Тёмка, уже на картах Семь Как вам моя шляпа? Восемь Девять Десять Одиннадцать Двенадцать Тринадцать Я уже руку поднять не могу С ковшом Мне пальцы обжигают Сколько было? Тринадцать? Да Четырнадцать Пятнадцать Шестнадцать Девятнадцать Девятнадцать Двадцать Что ж Творишь-то? Ой, ну все Я больше не могу А давайте над Русланом прикольнемся Попросим его дверь открыть Еще сейчас На внешнюю Тёма, ты сейчас снимай, как Руслан зайдет Руслан 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 Иди сюда Я думал, что-то случилось А вы тут паритесь И тренинг надо Сколько съела? Не знаю Ковшей тридцать в кино В общем, ребят Мы сегодня так Поэкстремалили В следующий раз В таком же варианте Попаримся с ней Будет зачет Так что Видео понравилось Палец вверх На канал Подписывайтесь И всем пока Три ковша Четыре Четыре Рычит И это после тридцати ковшей Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...